Больше половины тепловых сетей Барнаула полностью отработали свой ресурс. Это почти 700 километров труб разного диаметра, которые могут порваться в любой момент и рвутся. 2019-й стал своего рода рекордсменом. Еще до начала отопительного сезона обнаружили и устранили более чем на 30% больше повреждений, чем в прошлом году. И дальше, если ничего не делать, будет больше. Поэтому, считают ФСГК, программу обновления тепловых сетей очень вовремя начали на год раньше запланированного. Наряду с модернизацией котельных и прочими работами в этом году заменили рекордные 30 километров труб. В следующем году планируют столько же, плюс ремонт 46 тепловых пунктов. Не меньше наша болячка, это центральный тепловый пункт, где по нашим оценкам процент износа выше 90. Ремонт теплосетей – это еще и часто неудобство для горожан. В следующем сезоне энергетики пообещали лучше координировать работу с дорожными и другими городскими службами, чтобы выполнять работы быстрее и эффективнее. Со своей стороны, барнаульские депутаты в этом сезоне также контролировали процесс. Хочется сказать, что на начальном этапе недостаточно было культуры, наверное, работ, которые выполнялись. Где-то не всегда было огорожено, где-то не было паспорта объекта. Но хочу поблагодарить Александра Александровича, как руководителя этого направления, что мы слышали друг друга, мы пришли к общему знаменателю. Все участники «Круглого стола» также отметили, что очень важно следить за реакцией горожан и своевременно реагировать на критику, которая появляется, например, в социальных сетях. Планируют также лучше информировать барнаульцев о проводимых работах через мессенджеры и СМС. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком. День с толком.